ПОДПИШИСЬ! Китайский бренд Ганза сделала вот такую вот точилочку про диамант Ганза про диамант Забегая наперед скажу что данная точилка есть можно сказать не полная но копией точилки ландский диамант но ее цена которая на порядок ниже чем у своего сородича причем качество довольно таки высокая делает данную точилку привлекательной для среднестатистического обывателя кто любит кто следит кто любит свои ножи скажем любит следить за ихней остротой и так точилочка Ганза про диамант посмотрим комплектацию из чего она состоит видим что точилка поставляется в таком вот кейсе пластиковым для того чтобы комплектующие не растеряли пластик довольно жесткий тут мы видим комплектацию из чего состоит на русском языке сзади мы видим краткую инструкцию по использованию данной точилочки давайте откроем посмотрим итак что мы видим из чего состоит точилка самое главное в точилке это конечно ее точильные камни в данном случае это алмазные камни как мы видим здесь в комплекте 4 камня разная зернистость самые грубые это номер 360 написано на каждой ручечки затем 480 600 и 800 полировочный вот такой вот камушек вот такая вот струбцинка разборная для того чтобы можно было установить сюда нож и соблюдать угол заточки посредственно вашего ножа дальше я покажу как это все делается масло для заточки которое перед тем как начинать точить ножи на вот эти камушках нужно капельку масла дать на камни растереть пальцем чтобы было лучше соприказновение с металлом вот такая вот подставочка пластиковая на винте видим ручка для подставки и чтобы это все собрать на куче вот такая вот фигурная отверточка маленькая итак как лишь собирается как то что точится на этой точилке ваши ножи возьмем предложить мне ножик китайский ножик фирмы гранвей вот такой как же это все делается для этого что нам нужно взять вот эту струбцинку с чего она состоит давайте посмотрим она раскладывается вот таким вот образом две половинки чтобы зафиксировать вот эти вот крылья на ней есть вот такие вот красные защелки мы видим их нужно просто сместить вот так вот в сторону чтобы задвинуть посредине поставить и она не даст нам закрываться вот этим вот пластиковым шторком шторком таким крылышком на них мы видим нанесена шкала с градусами наклона точильного камня для чего это нужно и дальше покажу зажим дальше видим зажим для лезвия ножа он выполнен из какого-то порошкового сплава металла но не пластиковый именно металлический на нем мы видим зажимной винт под отверточку а снизу такой вот пластиковый винт так как же закрепляется лезвие ножа в этот в эту струбцину мы берем отверточку отпускаем пластиковый винт отпускаем отверткой винт чтобы тут образовалась вот такая щель чтобы сюда пролезло лезвие нашего ножа берем лезвие ножа и вставляем его вот сюда в пролезь прикинем вазы еще делаем так чтобы нож был ровно параллельно то есть ручка ножа была параллельно полу то есть столу и нож и лезвие зажималось примерно где-то до половины то есть на его широкой части придерживаем пальцами не очень удобно конечно но поначалу закручиваем винт до убора а потом начинаем закручивать пластиковый винт и он будет разжимать губы снизу вот эти вот зажимы тем самым нож будет сильнее зажиматься струбцину тянули здесь ну более-менее держится нормально этого достаточно дальше мы видим струбцинка есть вот такое окошко такая дырочка она шестигранная внутри она нам нужна для вот этой вот ручки на ручке есть вот такая вот отверстие отверстие которое прекрасно вставляется вот это вот вот таким вот образом то есть вот эта ручка в таком положении вот видим что уже не выпал мы будем держать точить для лучшего контакта со столом чтобы она не ездила в принципе достаточно и так предназначается вот эта вот подставочка которая вкручивается в ручку вот сюда снизу есть отверстие мы можем накрутить ну можно не ставить в принципе она без нее прекрасно стоит вот так вот ну и вставляем вот сюда то есть вот таким вот образом либо так либо то есть мы можем то есть под свою руку кто как приловщится кто как это будет делать то есть мне так не очень удобно то есть боком вот так ставим все нож готов к заточке мы видим то есть всю конструкцию конструкция собрана значит для чего нужны нам вот эти вот отверстия с градусами наклона нужны для вот этих вот камней как мы видим на ручке с камнем камень сам здесь довольно такой тоненький то есть где-то ну выступает он где-то на полтора миллиметра может миллиметр максимум полтора ручка сделана под пальцы чтобы удобно держать было здесь есть вот такой штырёчек каждый штырёчек он выдвигается лезвие ножа бывает длинные бывают короткие для того чтобы было удобно мы выдвигаем этот штырёчек он может полностью выниматься оставьте хотя бы лишь сантиметр внутри самого камня дальше такой же штырёчек есть на любом другом камешке то есть всё то же самое в зависимости от зернистости ставим наш нож на твёрдую нашу всю конструкцию на твёрдый стол куда-нибудь то есть на твёрдое место чтобы он не ездил дальше вставляем этот штырёчек вот в эти вот отверстия мы видим выбирая градус какой нам нужно предположим вот мы видим градус на ноже тут уже заточка была заводская я её правил когда-то выставляем точно такой же угол примерно то есть прикидываем какой он должен быть вот здесь примерно 17 градусов ставим на 17 вот так вот сейчас получился вот такая вот такой вот угол видим то есть данная прорезь нам с помощью вот этого штыря не даст каждый раз менять угол то есть точилка будет двигаться постоянно в одном и том же направлении то есть в одном и том же углу то есть угол сбиваться не будет и начинаем править наш нож после чего когда мы отправили грубой точилкой можем перейти на более мелкую выполнять то же самое на этом же углу и так само до минимальной то есть для полировочной не забываем на камушек перед тем как мы начинаем проводить все эти манипуляции капнуть капельку буквально вот этого масла либо на лезвие либо на камушек после того как мы прошлись одну сторону ножа мы вынимаем отсюда ручку переворачиваем всю конструкцию другой стороной опять вставляем ручку и видим то же самое проводим с другой стороны вот таким вот образом после того как мы закончили то есть можем разбирать конструкцию раскручиваем пластиковый винт и видим что лезвие выпадает само ну вот я точить сейчас не буду нож в принципе острый но для наградности все это так выполняется все это потом разбирается и укладывается обратно в наш кейс вот такая вот точилочка ганза про диамант данный товар вы можете приобрести в нашем магазине подписывайтесь на наш канал смотрите наши видео ну собственно пользуйтесь пробуйте пишите отзывы счастливо вот это это он вот вот в вот 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 вот